Ежегодно количество воспитанников в детских школах искусств неуклонно растет. С первого класса дети получают базовые знания музыкальной индустрии. В дальнейшем некоторые связывают с этим жизнь. Сами родители понимают важность дополнительного образования для своего ребенка. Понимают важность, может быть, уйти в профессию дальше, да, после окончания музыкальной школы. Или просто стать хорошим, грамотным человеком, духовно развитым. Школа, конечно, в этом помогает. И поэтому, если 10 лет назад контингент школы составлял 4 тысячи, то сейчас более 5 тысяч обучается у нас детей искусству. Растет количество желающих освоить навыки игры на бурятских музыкальных инструментах. В Улан-Удэ можно этому обучиться в 8 школах искусств. А Юра ученик детской школы искусств номер 4. Мальчик играет на лимбе 4 года. Любовью к инструменту его заразил дедушка. Он, когда играет, мне всегда это очень нравилось. Мне захотелось тоже научиться этому. Это монгольско-китайский инструмент, духовой, очень древний и крутой. Обучаться сложно. Лимба – инструмент маленький и удобный, компактный и красивый очень. Сейчас А Юра выступает в составе оркестра. Помимо лимбы здесь представлены такие инструменты, как маринхур, иочин, ятага и чанза. Мы даем фундаментальную базу. Они учатся нотной грамоте. То есть они читают, пишут ноты, они понимают определение. То есть в музыкальной среде они вполне себе могут понимать разговор. На данный момент в Улан-Удэ игре на бурятских инструментах обучается 244 человека. Набор на следующий учебный год будет открыт в мае. Руслан Хороших, Бату Гармын, Новости дня. Руслан Хороших, Бату Гармын, Новости дня.